Закроем фазики и посмотрим к чему это приведет. С микрофона, в графиках, на симуляторе и по логике. Саб-то мой, но на его месте мог быть каждый. Сейчас мы с вами проведем эксперимент и сниму АЧХ отдельно, фазоинвертор и отдельно динамик, а потом закрою фазоинвертор и сниму АЧХ динамика. Разумно, что понятно, что АЧХ изменится, поскольку резонатор будет нарушен, разрушен, его вообще не будет, будет некий закрытый ящик того же объема. И вы увидите, как влияет закрытие фазоинвертора на практике. Снимать я буду в ближнем поле. Это не будет настоящая АЧХ, а сабвуфер. Это будет событийная снятая кривая для того, чтобы просто продемонстрировать вам, как работает такой жуткий, на мой взгляд, механизм, который разрушает то, что вы купили. Купили, предположим, за 500 долларов сабвуфер с фазоинвертором. Заткнули фазоинвертор и получили при этом некий некого уродца. Ну, давайте посмотрим, может кому-то и понравится. Итак, я снимаю АЧХ. Пока только порта фазоинвертора. Вот такой вот порта фазоинвертора. Теперь переставляю микрофон к сабву, динамику собственно. Снимаю АЧХ в том же диапазоне динамика сабву. Вот получилось. Зазовем его, не знаю, один, чтобы не заморачиваться. Теперь задача заткнуть фазоинвертор, закрыть его. Обычно люди пользуются какими-то заглушками. Некоторые идут даже в комплекте с сабвом. У меня такой крединет, я просто возьму и его положу на. Я надеюсь, он при этом не умер. Как вы понимаете, сейчас сабвуфер представляет собой закрытый ящик. Правильно? Ну, вот измеряем. Теперь АЧХ этого самого. Вот это вот назовем... Ну, вообще говоря, сила, как это называется. Сила. А это было порта. Для сравнения характеристик закрытого и открытого оформления следует прокалькулировать, что получается с портет и портон. То есть, в портированном оформлении сигнал складывается. Излучение мы получаем от портет, от динамика и от, собственно, порта из инвертора. Сложим ТЕКО и получим вот такой вот график. Вот это вот АЧХ в ближнем поле моего сабвуфера. Вот она такая вот, вы видите, в 5 дБ укладывается от 27, вот здесь вот циферку мы видим, от 27 Гц до, допустим, 90 Гц. И теперь это мы можем сложить с тем, что получится, если мы используем закрытое оформление, заткнем порт фазоинвертора. Вот такая вот циферка получается, дорогие зрители, аудиолюбители и аудиопрофессионалы. Скажем так, вот это вот сила, то есть закрытое оформление с заткнутым портом. Очевидно, что затухание сигнала на низких частотах носит более выраженный характер. Полки практически нет. То есть в уровне плюс-минус 5 дБ может уложиться от вот этой величины до вот этой величины. То есть значительно уже диапазон частот, чем был при сложении кривых фазоинвертора и динамика. То есть полки нет, зато уровень повышенный, те же самые 5 дБ. Ну вот, например, на 20 Гц, с которым начинается измерение в этом случае, это уже 5 дБ теряет закрытое оформление. То есть оно теряет, в принципе, во всем от 30 Гц. Здесь они пересекаются, здесь они нигде не пересекаются. И вы видите, что результат совершенно другой. Еще раз, сабвуфер должен дополнить некие колонки. У него должен быть хоть какой-то диапазон частот. В случае силы, то есть закрытого оформления, то есть с заткнутым трубой фазоинвертора или портом фазоинвертора, правильнее говорить, мы не имеем практически линейного участка. Можно назвать это условным, диапазонный плюс-минус 5 дБ. Какой-то есть, но он однозначно неровный. Здесь же в случае того саба, который был, там, продавался, допустим, в частности мы мерили мой саб, но это не имеет значения. Он создан на базовом динамике, мы поговорим об этом еще. Диапазон получался обменяемый. Кстати, я его могу меньше, там регулировка частоты среза есть. Я его мог довести до 50 Гц, она бы была вот такая вот, допустим, кривая. Но мы говорим о том, как есть. Есть вот так вот, есть целая октава, допустим, от 30 Гц до... Да какая октава? Почти 3 октавы, 3 октавы. Этот саб в линию работает практически. А этот саб сила не работает практически нигде. Он долбит тупо на частоте 60 Гц. Вот такие вот, друзья мои дела. Теперь я хочу показать вам в программе-симуляторе, как эта процедура затыкания порта фазоинвертора в сабе с фазоинвертором влияет на его звучание. В графиках покажу. То есть для этого я создаю новый проект, выбираю драйвер, то есть излучатель, то есть сабвуферный динамик. У меня он применен здесь, в данном сабве фирмы MonoCore. MonoCore модель называется SPH250DS. Вот он двухобмоточный, обмотки соединены параллельно. Не все параметры здесь есть, но мы быстренько прокалькулируем те, что можно добавить. Здесь пускай будет 12 миллиметров. Точность тут не нужна, я просто хочу показать визуально, как это жутко все влияет на работу саба. Коробка, бокс. Коробка у нас портированная, то есть фазоинвертор с хайпас фильтром, то есть с фильтром высоких частот, обрезающим снизу ненужное. Спрашиваем у программы оптимальная, на ее взгляд, коробку в этом случае. Коробку резонатора. Вот получился 46 литров, при этом обещается частота в уровне минус 3 дБ 25 Гц, и при этом 26, почти 27 Гц будет резаться фильтра, он 12 дБ на октаву, хайпас фильтр. Зачем он нужен, я расскажу, может, в другом видео, сейчас не об этом как бы. Вот сложили, получили, вот он FB 25, F3 26, просим нарисовать график, и смотрим, где у нас F3, то есть минус 3 дБ, на какой частоте, ну вот он, собственно говоря. 26,9, собственно говоря, то, что здесь нам было обещано. 26,9, запоминаем эту ситуацию, и теперь затыкаем, затыкаем порт фазоинвертора, другими словами создаем closet box, то есть силот или закрытый ящик в том же объеме 46,1 литра, при этих вот параметрах, accept, изменяем цвет на подходящий, допустим, оранжевый, и получаем, взносим тоже в память, с тем, чтобы переключаться, что мне нравится, мне вот это вот, все графы удалим. Итак, при фазоинверторе, минус 3 дБ 26,9 Гц, на той же частоте, при закрытом ящике, минус 12 дБ, то есть 3 минус 12 минус 3 будет 9 дБ, 9 дБ потерь на самой актуальной частоте сабвуфера, друзья мои, вы теряете, затыкая порт фазоинвертора. Другое дело, что всякие phase response поровнее будет, фазовая характеристика у этого саба, с закрытым портом, и групповое время задержки, конечно, на голову лучше, то есть тут 5 миллисекунд против 12 миллисекунд, все понимаю, но на этих частотах реально ничего не играет, нет никакой музыки, нас интересует диапазон, конечно, выше, но при этом мы стремимся, чтобы максимально плоской характеристикой у саба и любой другой колонки была, возможно, в более широком диапазоне частот, поэтому будем все-таки ориентироваться по данным АЧХ, она более понятна нам с вами, с ней удобнее прогнозировать и представлять себе работу саба. Вот такая вот история, мои хорошие.